Привет, мои дорогие. Хочу сказать вам огромное спасибо за те комментарии, которые вы мне писали. Мне безумно приятно. Спасибо за то, что вы подписываетесь. Я просто, когда вижу ваши комментарии и подписи, просто you make my day. Спасибо вам большое, девочки. Сегодня я хочу рассказать вам о своем скрабе для тела, который я показывала в предыдущих видео. Меня просто попросили рассказать, как я его применяю и как я его делаю. Выглядит он вот так вот. Здесь он видно хорошо. То есть это кофейный скраб с добавлением различных компонентов. Мне здесь записано, просто чтобы ничего не забыть. Значит, я в него, соответственно, кофе. Я добавляю не спитый кофе. Потому что спитый его лучше использовать для скраба лица. Для скраба для лица. Потому что он более мягкий. Для тела я предпочитаю для проблемной зоны не спитый кофе. Значит, также я добавляю морскую соль крупную. А вот можно любую крашеную, не крашеную. Честно говоря, я просто в обычном магазине, в кулинарном отделе купила такую большую упаковку соли, которую вы просто добавляете, знаете, вот в эти вот, как они называются, спецовницы. Потом вы крутите сверху, и соль измельчается. Там соль, перец, не имеет значения. В общем, вот такую соль я просто добавила. Ее не видно, конечно, показать вам не смогу. Тем более у меня камера ничего не фокусирует. Вот. Тем не менее, добавила я эту соль. Добавила я масло миндальное. Как я говорила, что вы будете очень часто слышать об этом масле от меня. Масло виноградных косточек очень хорошо. Дело в том, что масло виноградных косточек, оно очень хорошо при борьбе с целлюлитом. В нем очень много различных компонентов, аминокислот, которые очень хорошо помогают в этом деле. Значит, добавляла я еще эфирные масла. Эфирные масла апельсина, лимона и герани. Я бы добавила еще грейпфрут с удовольствием, но у меня его не было. Значит, ну, апельсина, лимон, цитрусовые, вы знаете, что очень хорошо помогают профилактике в борьбе с целлюлитом. А эфирное масло герани, оно способствует вытягиванию воды из клеток, что, в принципе, улучшает внешний вид проблемных зон из-за того, что уменьшает проявление целлюлита, скажем так. Также я добавляла красный перец, но, по правде говоря, я его не ощущаю, когда наношу на тело. Но, надеюсь, что в сочетании со всеми компонентами он действует. А красный перец и корицу. Я добавляла корицу еще. Значит, я не знаю, честно говоря, я делала все ингредиенты на глаз. Мне тяжело сказать, в каких пропорциях. В общем, ну, я думаю, где-то приблизительно полупаковки кофе у меня полупакетика. Ну, в общем, видите, оно, консистенция такая, она не льется, не тянется. То есть, она вроде бы как и сухая, но, тем не менее, не сухая. Мне чем нравится с маслами, а не просто кофе, тем, что, во-первых, оно не так осыпается в ванне. Во-вторых, когда вы массируете, ваша кожа уже увлажняется благодаря маслам, что способствует меньшему повреждению кожного покрова. То есть, соответственно, что способствует меньшему появлению растяжек, если вы в процессе худения, что способствует уменьшению даже капиллярной сетки благодаря кофеину в этом составе. В общем, мне больше нравится с маслом. Я надеюсь, я вам правильно объяснила. Я просто после тренировки немного так запутанная. Значит, как я использую? Я использую через день. Я его не комбинирую, а чередую с шоколадной маской, а не я скажу попозже. Значит, об этом скрабе использую через день. Наношу на проблемные зоны, то есть это бедра, живот и бока. Должна сказать, что пользуюсь я таким скрабом уже где-то, наверное, ну, может быть, года пол. Года пол где-то я им пользуюсь. Естественно, это все в комбинации с правильным питанием, с физическими упражнениями. Дает вообще потрясающий просто результат, должна вам сказать. Кожа выравнивается, кожа становится более упругой и подтягивается, что действительно заметно, девочки. Через недели-две где-то регулярного использования вы заметите. Также должна сказать, что в борьбе профилактики целлюлита самое главное это постоянность, регулярность. То есть даже не надо тратить огромное количество денег на средства против целлюлита. Достаточно даже вот такого вот средства. Это абсолютно бюджетное, но на мой взгляд оно бедственное. Вот. И главное его использовать регулярно. Значит, еще раз повторюсь, значит, все начинаю. Опять у меня появилось снова слово поразить, значит. Как я его использую? В ванне, принимая душ, хорошо разогреваю зоны проблемные, то есть бедра, живот. Хорошо горячей водой, в процессе пока я мою голову вначале, потом, значит, опять, значит, с ума сойти. Потом я наношу скраб, хорошо-хорошо массажирую ноги. Массажными движениями, вот такими, вот знаете, вот так, с внутренней стороны бедра, с внешней, заднюю стенку бедра, ягодицы. И массажирую я в течение 5-10 минут. Ну как, я обычно беру с собой радио в душ, и вот где-то песни 3-4, вот так вот, я без рекламы, я массажирую. Потом я это все смываю теплой водой, соответственно, промываю это все гелем для душа, но не очень интенсивно, чтобы не сильно смывать масло. После этого, девочки, обязательно, это просто необходимо, наносить увлажняющий крем, пусть это увлажняющее молочко, лосьон для тела. Я, опять же, наношу свои масла. Я наношу масла, значит, в состав у меня входит миндальное, опять виноградные косточки и эфирные масла. Апельсин, лимон, по-моему, герани у меня там нет, у меня просто муж не любит запах розы, поэтому я стараюсь не сильно использовать масло герани. Вот, значит, наношу я на зону, которую я скрабировала перед этим, и у меня есть такой деревянный массажер. Я думаю, вы все знаете, вот, есть такой аналог пластиковый, вот он похож на такие вот ручки, здесь вот с такой, я не знаю, как ее назвать, шариком таким, что ли, вот, и такие вот пальцы, они хорошо так массажируют. Вот, у меня был такой, но дело в том, что у меня пол, плитка на полу в ванне, и он часто выскальзывает, потому что руки жирные, он разбился у меня. Поэтому сейчас у меня деревянный, в принципе, я им очень довольна, там вот такие вот круглые, в общем, шарики на концах, и очень хорошо промассируются. Я массирую где-то около пяти минут, наверное, потом промакиваю полотенцем. В общем, вот эта моя процедура закончена с этим скрабом. Должна сказать, что после этого кожа, как у младенца, она очень мягкая, очень подтянутая, вот, ее приятно касаться. И девочки, должна сказать, что уходят сантиметры. Уходят, правда уходят. Ну, я думаю, в принципе, это все. Если я что-то упустила, если я не ответила конкретно на ваши вопросы, пожалуйста, задайте, я еще раз расскажу. И в следующем видео я вам расскажу о шоколадной маске, которую я чередую со скрабом. Просто у меня в этом видео не хватит уже времени. Я искренне надеюсь, что это было вам полезно, что это было вам интересно. Еще раз спасибо за ваши прекрасные комментарии, мне безумно приятно. Если вы хотите какие-либо видео новые, что-то вас интересует, пожалуйста, пишите. Я буду стараться удовлетворить все ваши запросы. Оставайтесь красивыми, любимыми. Всего хорошего. Пока.